И вон они летают. Вот это все их гнезда. Птичек жалко, говорит Михаил Андреевич. Пернаты еще по весне допустили оплошность. Для домиков, как позже окажется, выбрали весьма неподходящее место. Ров за одним из предприятий на краю города. Весной траншею выкопали, а сейчас вот засыпают, а гнезд, наверное, 50-100. Часть траншеи уже оказалась засыпана строительным мусором. Наверняка, говорит пенсионер, под завалами остались гнезда. После первого визита хлама стало еще больше. Конец близок. Тут видите как. Приезжают, не обращают внимания. Да я думаю, сложно не увидеть эти дыры. Ну, деконных сколько. Выяснить, кто, зачем из закона или складирует здесь мусор, Михаилу Андреевичу пока не удалось. Единственный вариант – изменить место выгрузки. В нескольких метрах от жилья ласточек есть точно такой же вырытый ров. Пока пустой. Вот им надо сейчас, как говорится, валить сюда, а там отставить. Точно такие же домики в земле часто можно встретить на откосах вдоль рек. Именно эти места и предпочитает ласточка-береговушка. Реже выбирает луга и карьеры. В этой ситуации, когда счет идет на дни, нужно как можно быстрее обращаться в различные ведомства, уверяет орнитолог Алексей Эбель. А то будет поздно. Через пару недель принцы окончательно окрепнут, оперившись, отправятся в свой первый полет. Вот только будет ли у них шанс на жизнь, зависит от самих людей. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком.